МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Котловском районе стартовал Международный молодежный форум. Теперь она Юдина. Коллектив Северодвинской ГТРК поздравил свою коллегу с днем свадьбы. Многодетным идут навстречу в программу выделения земли, внесут изменения. Пообщаться с мамой на экскурсии трудные подростки учатся понимать близких. В рабочее время по магазинам отправились сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. В первую очередь изучили ценники. По итогам проверки выяснилось, что северодвинские предприниматели завышают стоимость сельскохозяйственной хлебобулочной продукции, а также товаров для детского питания. На перекрестках Торцево-Ленина и Первомайская полярная проверяющих интересовали продукты первой необходимости. Выпечка, молоко, мясо, овощи, кондитерские изделия. В одном из торговых предприятий города выявлено нарушение отсутствия маркировочных ярлыков. На всех представленных товарах в магазине на момент проверки они отсутствовали. Отсутствовали также сертификаты на продукцию. В одном из магазинов города Северодвинска выявлено завершение стоимости на продукты детского питания на 20%. Что, конечно, не соответствует законодательству. Превышение допускается только порядка 10%, но не более. Все материалы проверок переданы в Роспотребнадзор. Виновных ждет административное наказание. Штраф до 50 тысяч рублей. Феерическое возвращение домой. На Севмаш сегодня привезли закладную доску дизель электрической подводной лодки Б-107. Она была заложена на предприятии 17 ноября 1958 года. На родину раритет вернул коллекционер из Самары. Подробности у Марии Воробьевой. Представитель Союза коллекционеров города Самары Дмитрий Хмелев в Северодвинске впервые. Он прибыл с важной миссией вернуть домой историческую для Северодвинска вещь. Закладную доску подводной лодки Б-107. Его коллекция наказалась случайно. Купил на аукционе в комплекте с водолазным шлемом. О том, кому принадлежит эта доска, узнал по интернету. Решил доставить экспонат в родные стены. Б-107 заложили на Севмаше месяцем позже первой отечественной атомной подводной лодки. Вооруженной баллистическими ракетами. По сути, эта подлодка стала свидетелем переходного этапа в работе предприятия. И одной из последних лодок, на номерной доске которой сохранилось старое название Севмаша. Завод номер 402. Подлодка вступила в строй 14 августа 1960 года. А 30 августа вошла в состав 140-й отдельной бригады подводных лодок Северного флота. Это просто замечательное событие. Все дело в том, что эта подводная лодка ушла с Северного театра. Все корабли, которые у нас утилизируются на звездочке, все эти закладные доски, которые строились на Севмаше, они хранятся в музее звездочки кораблей подводных лодок. И то, что вернулось после многолетних скитаний закладная доска на свою родину, это здорово. Закладная доска пополнила коллекцию музея Севмаша. Мария Воробьева, Наталья Габдрахманова. Вестник Северодвинска. Восьмой международный форум молодежи «Команда-29» стартовал накануне в Котловском районе в оздоровительном лагере «Ватца-парк». В этом году здесь около 500 участников. Делегация Северодвинска будет работать почти на всех площадках. Впечатлениями от открытия форума и о предстоящей работе они делятся лично. Заезд участников международного форума длился несколько дней. Делегация Северодвинска прибыла под проливной дождь. На открытие форума погода поменялась в лучшую сторону и не испортила впечатление и позитивный настрой участников. Всего на форуме будет представлено 6 площадок. У нас северодвинска будет работать по 5 направлениям. У нас 16 человек поехало. У нас представители – это добровольчество, бизнес, лидерство, медиа и управление территорией. И также еще есть молодые политики, но на это направление от нашего города никто не поехал. На каждой площадке будут работать тренеры-профессионалы, известные медийные личности федерального уровня. Кроме того, что участники будут плодотворно трудиться по всем направлениям, их ждут различные акции, спортивные соревнования, вечерние мероприятия и традиционный костер. В рамках форума у команды «29» пройдет также награждение победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец года». От Северодвинска номинирована Дарья Лизунова. Ее все знают по проекту «Научи меня играть». У ребят задача – получить новые знания, познакомиться с интересными людьми из своей сферы, познакомиться с интересными преподавателями, которые будут работать с ними на площадке, ну и разработать, постараться свой проект и представить его на суд жюри. Одно из главных событий форума – живой диалог молодежи с представителями власти. Ожидается, что в Котловский район для этого приедет губернатор региона Игорь Орлов. Команда «29» будет работать четыре дня. Слет завершится 17 июля. Малентин Приходько, Наталья Кабарахманова, Вестник Северодвинска. Сегодня счастливой женой стала журналист нашей телекомпании Ксения Кабанова. И, возможно, теперь в эфире новостей вы услышите ее новую, знаменитую, кстати, фамилию Юдина. Это событие мы пропустить не могли. Кусочек счастья сейчас в эфире Вестника Северодвинска. Без комментариев. Скажу только, что познакомились молодожены в социальной сети. Ксюшка сама проявила инициативу. Ну, вряд на самом деле. Я просто решила, как у нас сейчас называется, лайкнуть фото. Он лайкнул в ответ. И это было в сентябре. И вот 7 сентября мы все-таки встретились. И уже, наверное, в декабре он сделал предложение. И почему бы нет, сказала я. И вот теперь мы здесь стоим в июле. Костя очень интеллигентный, скромный, воспитанный. Мне кажется, он очень надежный человек. И мы очень рады за нашу дочь, что ей так повезло. Улыбка все-таки, да, она привлекла. И потом уже при общении, то есть общение, да. То есть люди сначала сходятся по интересам общих. А у нас интересов, наверное, нет. Нет, мы любим покушать. Да, кушаем. Вместе готовятся, наверное, да? Ну, бывает, да. То есть если даже не вместе готовим, то хотя бы вместе кушаем где-то. Они очень друг друга подходят. Потому что он очень спокойный. Ксюша у нас... Заводная. Да, она у нас очень заводная, поэтому мы считаем, что очень здоровая. Познакомились давно, еще до Нового года. Перед тем, как подать заявление, они нас пригласили в кафе. Ну, скромная. Такая больше молчала, чем говорила. На журналисты это не похоже. Стеснялась? Ну, наверное, да. Стеснялась. Уважаемый мистер, какую фамилию вы решили избрать после регистрации брака? Боже. Очень мало времени прошло со дня знакомства их до бракосочетания. Поэтому, наверное, это все-таки настоящее чувство. Я думаю, что все будет нехорошо. Изменилась Ксюша, да. В лучшую сторону. Все это, кто ее знает, заметили. Ксюша большая молодец. Прям. Да. Ну, это себе похорошела. Похорошела очень. Личная жизнь отнимает у работы очень много времени. Поэтому я Ксюше хочу пожелать, чтобы она совмещала и личную жизнь, и работу. Потому что работать по-прежнему придется и в выходные, и в вечернее время. Ну, ничего. Совсем можно смириться. У меня тоже работа. Он вообще сутками дома не бывает, когда уходит в море. Поэтому мои запоздалые, скажем так, возвращения домой – это капля в море, в море, в котором он плавает. Я объявляю вас мужем и женой. Судебные приставы области нашли должника по алиментам через социальную сеть. Своему ребенку он не выплатил почти 300 тысяч рублей и был объявлен в розыск. Мужчина повторно женился на жительнице Санкт-Петербурга, а новая жена опубликовала радостное известие, выложив в интернет-фотографию свидетельство о браке. Судебные приставы сделали официальные запросы в ЗАГС и УФМС города Санкт-Петербурга и узнали адрес проживания должника. Теперь с неплательщиком будут работать службы северной столицы. А теперь о превратностях погоды. Прогнозы на выходные знает Антон Глицевич. Погода в Северодвинске, как и прежде, изменчива. О метеопрогнозах на завтра расскажу вам сразу после коротких анонсов. Далее выпуски. Программу Северодвинска, как моногороды, обсуждают на высшем уровне. В городе заработал один из трех томографов. Первая больница принимает пациентов на диагностику. Шестой дом для корабела в Севмаш продолжает строить. Многодетным идут навстречу. В программу выделения земли внесут изменения. Пообщаться с мамой на экскурсии. Трудные подростки учатся понимать близких. О метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. 16 июля, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ночью ожидается 14 градусов тепла. Днем до плюс 24. Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. По народному календарю 16 июля, день Мокия и Марка. В этот день было принято собирать мак. Поэтому и сам праздник называли Маковым днем. Обращали внимание на насекомых. Если комары и мошки вились кругами, это предвещало хорошую погоду на ближайшие 7 суток. На этом у меня все. Солнечного вам настроения. До свидания. Работай не на деньги, а на имя. Деньги придут сами. Телефон рекламной службы 598 900. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Северодвинск единственный в Архангельской области в десятке моногородов России, чьи проекты отобрали на заседании рабочей группы при правительственной комиссии. Мэр Михаил Гмырин предложил рассмотреть возможности реконструкции и строительства автодороги на улице Окружной. На видеосвязи с Москвой, Сокол, Алатырь, Тутаев, Чапаевск всего 28 моногородов, среди которых и Северодвинск. Всем необходимо федеральное финансирование. Напомним, Северодвинск входит в третью категорию моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией. Однако с 2014 года федерация поддерживала в первую очередь моногорода первой и второй категории с наиболее сложным положением. В июне 2016 года правительство страны изменило правила. Теперь средства могут направлять в моногорода всех категорий. Михаил Гмырин доложил о реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска с 2010 по 2015 годы. Все инфраструктурные проекты города Корабелла в высокой степени готовности имеется проектно-сметная документация с положительным заключением госэкспертизы. Михаил Гмырин выразил надежду, что совместно с региональным правительством удастся реализовать предложенный проект реконструкции и строительство автодороги на улице Окружной. На этой неделе заработал томограф Первой горбольницы. Уже проведены первые исследования. Напомним, аппарат компьютерной томографии вышел из строя в марте. Сотни северодвинцев собрали подписи в областной Минздрав и региональный парламент с просьбой отремонтировать важный аппарат. Аппарат компьютерной томографии установлен в Первой горбольнице Северодвинска в 2012 году. Срок его эксплуатации был 300 тысяч так называемых срезов. Он перевыполнил эту норму в два раза. Три месяца назад рентгеновская трубка вышла из строя. Новый производитель дает гарантию от трех до пяти лет. Напомню, аппарат компьютерной томографии вышел из строя в марте. 4 тысячи северодвинцев подписали петицию о срочном восстановлении аппарата. 25 мая на сессии депутаты областного собрания направили губернатору обращение и деньги были выделены из резервного фонда – 8 миллионов рублей. Со вчерашнего дня томограф начал работать в круглосуточном режиме. Благодаря оперативной работе Министерства здравоохранения Архангельской области, руководству первой городской больницы, в очень короткий срок был налажен контакт с фирмой, которая ремонтирует этот аппарат. И они его, вот сегодня уже он начал работать, они его ввели гораздо раньше запланированного срока. Поэтому вот все вместе приложили усилия и аппарат на сегодняшний день работает. На обновленном томографе уже прошли исследования 6 человек. В среднем в сутки их будут принимать около 30. Учитывая единую систему организации оказания медицинской помощи, в случае выхода из строя аппарата в другом лечебном учреждении потоки пациентов будут переориентированы и здесь будет выполняться исследование всем пациентам, которые нуждаются в этом исследовании. В Северодвинске томографию делали в трех медицинских учреждениях – первой, второй горбольнице и ЦМСЧ-58. Во второй горбольнице томограф ведут в строй до конца августа. Записаться в первую горбольницу северодвинцы могут по телефону, указанному на экране. Кабинет компьютерной томографии работает круглосуточно. Мария Воробьева, Наталья Габдрахманова, Вестник Северодвинска. А первой горбольнице Архангельска в этом году исполнилось 100 лет. Об истории известной здравницы региона, специалистах и достижениях расскажет краевед Дмитрий Юрков. 230 лет назад, по указу Екатерины II, в Архангельске была открыта больница приказа общественного презрения. Располагалась она не здесь, а по некоторым сведениям в районе Соломболы. Было в ней 28 коек гражданского населения. Это сейчас первая городская может разместить порядка тысячи больных, а работают в ней 2014 человек, медсестер и врачей. Первые 100 лет для первой больницы Архангельска оказались трудными, как и в одноименном советском фильме. Первый врач здесь появился в 1800 году, а второй – спустя 64 года. В общих палатах ютились роженицы и венерические больные. В начале 20 века газета «Северный листок» писала, удивительно, что врачи при таких убийственных условиях продолжают вообще работать, очевидно, что энергия у них иссякла. Однако именно благодаря энергии и энтузиазму сотрудников больница развивалась. Она получила статус губернской, делались довольно сложные для своего времени операции и, как следствие, в Архангельске в 1932 году открылся мединститут. Новым серьезным испытанием для первой горболицы стала Великая Отечественная война. Сотрудники неделями не уходили с работы, а врачи до 20 раз в месяц оставались на ночное дежурство и при этом успешно боролись с зажигательными бомбами. Немцам в итоге удалось лишь спалить вещевой склад и старое здание патологического отделения. Архангельская городская больница стала родоначальницей самостоятельных лечебных учреждений, инфекционной, психиатрической и детской больниц, лечебно-физкультурного, противотуберкулезного, кожно-венерического и онкологического диспансера и станции переливания крови. В 1960-м первую городскую больницу возглавила Еликанида Егоровна Волосевич, 48 лет в должности главного врача, человек эпоха, человек история здравоохранения на русском севере. Еликанида Волосевич работала так же напряженно, как и ее коллеги в годы войны. Сохранился знаменитый фонарик, с которым она обходила больницу по ночам. При Еликаниде Волосевич первая городская превратилась в большую стройку и главным событием стало открытие нового кардиокорпуса. Набранный темп коллектив больницы не снижает и в наши дни. Введена в строй новая кислородная станция, реконструирован операционный блок. В общем, сегодня мы уверенно можем сказать, что первая городская остается первой не только в названии. Накануне для работников Севмаши заложили шесть фирменных кирпичей в основании нового жилого дома в районе набережной реки Кузьмы-7. Шестиэтажку строят по жилищной программе завода. В ней работники предприятия смогут приобрести квартиры по стоимости ниже рыночной. Закладывать кирпичи в основании нового многоквартирного дома пригласили представители Объединенной судостроительной корпорации, а также областной и городской администрации. Пятый многоквартирный дом появится по соседству с четвертым, который сдадут уже в этом году. А этот планируют заселить в начале 2018-го. Три дома мы уже сдали, вы знаете, 165 семей. У нас уже улучшили свои жилищные условия. В этом году сдадим четвертый дом, да, Сергей Иванович, сдадим? Да. На 52 квартиры. Пятый дом по плану больше. На шести этажах 92 квартиры улучшенной планировки. Застройщик из Рыбинска. Для Севмаш этот подрядчик новый конкурс выиграл, в деле себя покажет. Хочу подарить памятную икону, значит, где лик спасителя написан именно в художественной мастерской города Рыбинска. Шесть фирменных кирпичей с надписью Севмаш и автографами руководителей завода, города и области теперь навсегда в основании нового дома. Администрация Северодвинска, кстати, принимает непосредственное участие в реализации жилищной программы Центра судостроения. Начиная с определения площадки под строительство и заканчивая приемкой дома, мы работаем совместно. Средство идет без срывов. Год от закладки до сдачи дома год, а вообще три года. Вот сегодня мы разрабатываем документацию, я сказал, на дом, который будет закладываться в 2017 году, а на дом, который будет заниматься в 2018 году. Сейчас проводим торговые процедуры, кто выиграет право проектировать этот дом. Поэтому вот такой цикл длительной настройки занимает год. В перспективе построить еще восемь многоквартирных домов. Корпоративная жилищная программа рассчитана до 2020 года. Но по словам гендиректора Севмаша Михаила Будниченко, это условные рамки. Дальше программа будет определяться потребностью наших работников в жилье. И эта программа будет до тех пор действовать, пока последний корабел не получит нормальные условия для жизни. Мы полностью поддержим ту начинали, которую завод сейчас делает. Поэтому все корпоративные процедуры соблюдены. Из чистой прибыли завода выделены деньги на социальные нужды. А дальше уже руководство завода определяет, каким образом все это делать. А система долевая. Работник Севмаша оформляет ипотеку на покупку квартиры в новом доме по цене ниже рыночной. Сейчас это 45 тысяч за квадратный метр. Затем первые пять лет предприятие помогает выплачивать кредит. Сумма выплат зависит от состава семьи. Чем больше детей, тем больше платит завод. В 2014 году Севмаш направил на это почти 2 миллиона рублей. В 2015 уже 5,5. В этом году сумма еще увеличится. У нового дома в районе набережной реки Худьмы-7 предусмотрены детские, спортивные площадки и автостоянка. Валентина Приходько, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. На этой неделе важные шаги сделаны для изменения ситуации с землей для многодетных. Предложенные участки многим не нравились. А если отказался, становись в конец очереди. За помощью обратились в городскую администрацию и, кажется, решение почти найдено. Подробности у Евгении Карелиной. 83 многодетные семьи уже получили земельный участок. В очереди еще 851. По правилам, если участники программы отказывались от земли, они автоматически попадали в конец очереди. Семьи выступают за изменения в законе. Михаил Панфилов, отец четырех детей, семья-участок ждет более двух лет. Сейчас они в очереди под номером 50. Сейчас с помощью судов и всего остального, они приходят к тому, что семьям нужно предоставлять выбор, и нужна какая-то прозрачность, жеребьевка и все такое. С кем я общаюсь, те действительно люди очень недовольны были предыдущим порядком. И я думаю, что все будут очень рады, что все-таки что-то поменяется к лучшему. Рабочая группа предложила администрации выступить с изменениями в областной закон. Тогда Панфиловы, как и другие семьи, смогут сами выбирать землю. Но прежде провести жеребьевку, чтобы номер участка для конкретной семьи определял случай, а не сотрудник администрации. Предложенные земли сегодня все чаще не устраивают многодетных. В ближайшее время городские власти планируют предоставить 149 участков в районе проспектов Морской Победы. Столько же человек из очереди пригласят на жеребьевку. Участники программы в течение 10 дней смогут согласиться либо отказаться от земельного участка. Евгения Акриевна, Наталья Габдрахманова, Вестник Северодвинска. Люди, события, судьбы. Наше время, наш мир, наша жизнь. Наш выбор ГТРК. Телевидение родного города смотри в круглосуточном формате на 23-м канале, а в сетях Ростелеком по всей области. Любишь дачу? Испытай удачу! ГТРК, Северный рабочий, сайт ГОУ-29 и Радио Северодвинска проводят конкурс «Дачник удачник». Рассказывай о своей даче, присылай фото и видео в номинации. Ландшафтный дизайн, лучшая дача, урожай, пушистый дачник, дачные рецепты, дачное творчество. С 4 июня по 4 сентября отправляй заявку с темой «Дачник удачник» на электронный адрес 1собака.go29.ru. В группах ВКонтакте go29.ru, Северодвинска ТВ и Нордворкер с хэштегом «Айда дача» или в Инстаграме с хэштегом «Айда дача». Подробности по телефону 92-14-44. Спортсмены туристического клуба «Скиталец-29» вернулись из двухнедельного похода в Карелию. Туристы преодолели на каяках, байдарках и катамаранах около 200 километров. На борьбу с водной стихией отправилось 20 человек. В основном ученики 30-й школы. Ребята сплавлялись по рекам Шомба и Паньгома. С погодой в этот раз скитальцам очень повезло. Не обошлось и без трудностей. Столкнулись с очень низким уровнем воды в реке. Есть риск порвать шкуры байдарок и катамаранов. Соответственно, необходима слаженность всего экипажа для прохождения сложных таких участков, пороговых именно. Клуб «Скиталец» проводит спортивные походы не первый год. Группы составляют не только опытные туристы, но и новички. Для них проводились обряды посвящения. Остальные отрабатывали спасательные работы. В начале августа клуб поедет в экспедицию в Мизинский район на поиске пещеры Усть-Туринская. Эфир продолжит рубрику «Культурный город». Слово Марии Воробьевой. Здравствуйте. В правительстве региона обсудили подготовку к празднику, посвященному 75-летию прихода первого союзного конвоя «Дервиш». Основные площадки развернутся в Архангельске, Петербурге, Мурманске и, конечно, Северодвинске. Торжества по случаю юбилея «Дервиш» должны стать красочными и безопасными. Основные мероприятия в Архангельске и Северодвинске развернутся с 27 по 31 августа. Программа уже сформирована. Одним из центральных событий станет проведение шестого международного форума во славу флота и Отечества. Пройдет заседание Межведомственной комиссии по морскому наследию морской коллегии при правительстве Российской Федерации, Международная научно-практическая конференция и заседание Совета по взаимодействию молодежи морских речных портовых городов. Состоятся крупномасштабные акции всероссийского и межрегионального уровней. По предварительной информации ожидается участие 35 ветеранов, участников союзных конвоев из Российской Федерации и 10 ветеранов-представителей иностранных государств. Подтверждено участие представителей 9 стран на уровне послов Великобритании, США, Канады, Исландии, Новой Зеландии, Австралии, Польши, Нидерландов, Франции. Самую многочисленную делегацию мы ожидаем из Великобритании, в том числе в Архангельск прибудет ее королевское высочество принцесса Анна и адмирал сэр Тим Лоуренс. 10 ветеранов от них будет и предположительно столько же сопровождающих. Особым украшением мероприятия станет королевский духовой оркестр морской пехоты Великобритании в численность 41 человек. В Северодвинск участники союзных и северных конвоев прибудут 29 августа в 9 утра. Они возложат цветы к вечному огню, посетят воинский мемориал на Яграх, примут участие в церемонии венок памяти, побывают в Краевеческом музее, детском морском центре Североморец и морской кадетской школе. Для горожан праздничная программа запланирована на 27 августа в сквере ветеранов. Там пройдут выставки и экспозиции, демонстрации коллекционных предметов и ретро-техники. Также будет работать летний кинозал с фильмами о северных конвоях, танцевальная ретро-площадка. В 18 часов открыта танцевальная площадка, где люди опять же могут увидеть и ознакомиться. Будут и мастер-классы по танцам того времени, будут наш военно-исторический клуб «Знамя Севера», который будет создавать атмосферу того времени. И также на этой же площадке планируется выступление духового оркестра нашей Пеломорской военно-морской базы. Завершится праздник акции «Свеча памяти» в 22 часа у Вечного огня. Дань подвигу защитников отдадут сотни северян. А теперь к праздникам ближайшим. В это воскресенье парк культуры и отдыха приглашает северодвинцев на жаркие гуляния. С 13 часов на танцевальной площадке развернется Африканский Новый год. Гостей ждут зажигательные ритмы чунгачанги и ламбады, конкурсы с аниматорами и розыгрыши на лучшие украшения мороженого. Праздник пройдет уже в пятый раз. Организаторы обещают, в этом году будет особенно жарко. А в 18 часов на стадионе «Строитель» начнутся соревнования по лапте в рамках турнира «Спортивное лето». На сегодня у меня все. Проводите выходные активно и позитивно. Увидимся! О важных людях по морю узнали несовершеннолетние осужденные. Подростки из Северодвинска побывали в музеях Архангельска и поселка Уйма. Многие взяли с собой родителей. Для чего, расскажет Валерий Выборов. На экскурсию по собственному желанию отправилось 10 подростков от 14 до 17 лет. Все они находятся в конфликте с законом. Сегодня им рассказывают о значимых людях по морю. Петре Первым, Степане Писахове и ремесленников, работы которых выставлены в Музее народных промыслов. Мне понравилась экскурсия, потому что я узнал много нового о своем родном крае. В поездку взяли и родители. Ведь у многих конфликты в семье. Совместное дело поможет сблизиться, а вечером обсудить то, что понравилось. Такие поездки помогают лучше узнать друг друга. Я бы хотела побыть с ребенком больше времени. Из-за этого я поехала на эту экскурсию и подчеркнуть, что-то интересное о родном крае. Совместный выезд организовал Центр доверия. Организация получила грант от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект направлен на профилактику правонарушений подростков. И одно из направлений деятельности – это восстановление детско-родительских отношений. Поэтому сегодня с нами, конечно же, присутствуют родители и ребят. Экскурсии для трудных детей продолжатся. И, возможно, они послужат пресечением для правонарушений в будущем. Хороших выходных. До встречи. Внимание! Летняя распродажа в магазине «Спорттовары». Купи велосипед со скидкой до 30%. Магазин «Спорттовары». Подари семье здоровье. Боль в спине стала частью моей жизни. Со временем она становится все сильнее. Остеохондроз – наиболее частый источник постоянной боли в спине. Как не остаться один на один с недугом? На помощь приходит «Алмак-01». Магнитное поле «Алмага» способствует уменьшению боли и воспаления, восстановлению подвижности позвоночника. «Алмак» применяют при остеохондрозе, артрите, артрозе, переломах и травмах. Покупайте «Алмак-01» в аптеках и магазинах медтехники по выгодной цене до конца июля. В субботу, 16 июля, по данным сайта Архангельского гидромедцентра в Северодвинске, ожидается ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба. Переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 16, днем 24 градуса со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова